Ну и всем привет! В этом видео хотел рассказать про такой мини пен мультиметр, потому что мне этот мультиметр уж очень понравился. В использовании он порядка трёх месяцев, и месяц назад я заказал даже такой для работы. Ну уже понятно, то что хорош данный мультиметр тем, что не имеет отдельной коробки с дисплеем, как например его собратья, тем самым упрощая измерения в труднодоступных местах. Ну соответственно из-за этого у него есть и некие минусы, но об этом чуть позже. В комплекте у нас соответственно имеется вот такой щуп, куда же без него. Хотя нет, можно и без него, если мы например измеряем индуктивность, например поиск скрытой проводки, что данный мультиметр тоже умеет. Но об этом тоже чуть-чуть попозже. Ну а сейчас включаю устройство и расскажу про все функции, и даже немного продемонстрирую его работу. Включается мультик удерживанием 2 секунды на красную кнопку. По умолчанию стоит автоматический режим измерения, то есть в этом режиме мы можем тыкать щупами куда угодно. Сперва например что-то прозвонить, потом померить сопротивление и можно тыкать в розетку. Не переключая на другой режим. Также у нас есть и ручные режимы, которые переключаются с помощью кратковременного нажатия на красную кнопку. И у нас тут режим DC, то есть измерение постоянного тока. Следующий режим AC, то есть измерение переменного тока, например в розетке. Следующий режим измерения емкости конденсаторов. Следующий режим это прозвонка и проверка диодов. Следующий режим неожиданное измерение температуры в Цельсиях. Следующий режим «Непонятно вообще зачем» – измерение температуры в Ференгейтах. И последний банально – измерение частоты чего-либо. Потом заново включается режим «Авто». Центральная кнопка «Hold» есть почти на всех мультиметрах и банально запоминает последние показатели. И первая кнопка, которая называется «NLP», работает в основном с индуктивностью. Итак, первый режим «EF» – это как раз и есть поиск скрытой проводки. Следующий режим «L» и еще кучка непонятных символов – это у нас поиск фазы. И последний режим, который называется «P» – это что-то типа определения фаз в трехфазной сети. То есть у нас мигает буква «А». Когда мы коснулись фазы, у нас «А» загорела стабильно и начала мигать буква «Б». То есть поиск следующей фазы. Вот, например, одну фазу он нашел, и все, больше он не найдет в фаз, потому что тут однофазный ток. Кстати, в режиме поиска скрытой проводки минусовым щупом также можно искать фазу. Чуть не забыл еще про одну функцию на первой кнопке – это фонарик, который активируется при двухсекундном нажатии. Между прочим, с ним довольно-таки удобно работать, потому что он светит прямо куда нужно. Итак, а теперь тестируем. Режим «Авто» и предположим, что тыкаем в розетку. И показания – 245 вольт. Кстати, да, эти показания правильные, у меня в сети просто повышенное напряжение. Это у нас ручной режим измерения постоянного напряжения. Ручной режим измерения переменного напряжения. Режим измерения емкости конденсаторов у нас только ручной. И чтобы измерить емкость какого-либо конденсатора, приходится ждать секунд 7-10. И если кто-то не знал, это особенность многих мультиметров. Следующий режим прозвонки и проверки диодов. Прозвонка на данном мультиметре в ручном режиме довольно-таки шустрая. И этим меня приятно удивило. Теперь попробуем проверить диоды. Диод загорается, и мы увидим оптимальный вольтаж, при котором диод не сгорит. Соответственно, эти показания не точные, а немного преуменьшенные. То есть, при данном вольтаже, то что показывает мультиметр, диод может прожить практически вечно. Но при этом, соответственно, он светит немного тусклее. Ну и вот этот довольно-таки интересный режим, который нам показывает температуру чего-то. Но температуру чего-то именно в Цельсиях. И я так и не смог понять, где у него находится датчик. Было бы логично, если бы он был на кончике плюсового щупа. Но, как видим, увы. В общем, назовём этот режим температуры в комнате. Следующий режим вообще без комментариев. Режим температуры в комнате в ференгейтах. И следующий и последний режим измерения частоты. Например, подносим к сети 220 и видим то, что у нас тут частота 50 Гц. Кстати, насчёт измерения сопротивления. Сопротивление у нас тут измеряется только в автоматическом режиме. И измерение происходит довольно-таки быстро. Ну, по технической части вроде бы всё, дальше пойдут в основном мелочи. На корпусе мультиметра имеются обозначения, со скольки до скольки единиц измеряет данный режим. Так что не грешите на мультиметра, если что-то не смогли измерить. Возможно, тот элемент, который вы измеряете, уже вне диапазона измерения. Также тут есть какая-то схема типа смещения фаз. А питается мультиметр всего лишь от одной батарейки типа 3А, то есть в простонародье мизинчиковые. Чуть не забыл рассказать один из интересных моментов. А конкретнее, если вы выбираете полную комплектацию, то продавец вам ложит небольшую кучку ништяков, которые на мой взгляд прям даже необходимы. В особенности это сменные плюсовые щупы. Как раз я хотел у себя поменять на вот такой тонкий золотистый щуп. Ну и как раз покажу процесс замены. Со стандартного щупа снимаем красный изолятор. Далее родной щуп банально плоскогубцами откручиваем против часовой стрелки. Берем новый щуп и заворачиваем на место старого. Плоскогубцами уже сильно не затягиваем, потому что это скорее всего латунь или медь, а значит есть большая вероятность сорвать резьбу. Попробую сверху еще одеть красный изолятор, но мне почему-то кажется, что он только для родного щупа. Хотя нет, оделся, все классно. Итак, теперь о минусах. Первый минус как по мне в том, что тут нет измерения силы тока. Ну хотя бы в миллиамперах, было бы уже прикольно. Второй минус, то что плюсовой щуп не является термопарой. И показывать температуру вообще непонятно чего. Из этого исходит и третий минус. Когда пролистываешь режимы, приходится каждый раз пролистывать абсолютно два ненужных режима. Ну и наверное измерение герцовки я бы тоже убрал. Кстати, можно еще докупить такой же тонкий минусовой щуп. Замените его с родного и мы получим два тонких деликатных щупа, которыми работать уже намного приятнее. А еще, может я конечно себе самовнушаю, но мне кажется с этим щупами он быстрее работает. Ну и конечно же вывод. Большой мультиметр более функциональный. И удобен, если у вас есть место для работы. То есть куда вы его поставили и уже в дальнейшем смотрите на табло. Но зачастую удобен именно этот более маленький мультиметр. Например, когда вы возитесь домашним электричеством, там банально некуда поставить большой мультиметр. Или прозваниваете что-то в автомобиле. Например, упали на спину под машину и прозваниваете фишку на туманке. Приходит ли туда питание или нет. В общем я сейчас в основном пользуюсь этим маленьким мультиметром. Поэтому и решил снять на него небольшой обзор вам. Кстати, измерять точность показаний я не стал, потому что считаю это бессмысленным. Каждый прибор предназначен для своего дела. В общем, где я заказывал данный мультиметр, ссылочку я оставлю в описании. Ну и заодно на все то, что вы увидели в кадре. На этом все. До свидули.